У нас на границах с Азербайджаном речь о готовившемся перевороте в Грузии, о котором заявляла и служба внешней разведки Российской Федерации. И премьер Кабахидзе говорил о попытке открытия второго фронта против России и о визите главы USAID в Ереван. Вот хотелось бы услышать ваши комментарии о вновь возросшей активности Соединенных Штатов в нашем регионе. Ну, если вам вновь хотелось, если вам хочется услышать комментарии о вновь возросшей активности, то и комментарии я вновь дам тот, который давала и раньше. США рассматривают Южный Кавказ исключительно как плацдарм для проведения различного рода акций, направленных против России и против мирного сосуществования находящихся там стран и народов. Их не устраивает ни Россия с ее возможностями там, а почему не устраивает? Да потому что она опять же проводит миролюбивую политику, и их не устраивает сама миролюбивая политика вообще в принципе. Достижение мира и стабильности в регионе, которое возможно лишь при комплексной нормализации отношений между странами, между Кавказом, с возвлечением их непосредственных соседей Ирана, и Турции, и России, не входит в цели и задачи Вашингтона. Мало того, они ставят это в виде своей антицели. Их задача сделать так, чтобы никакого взаимодействия, никакого сближения и взаимопонимания в регионе достигнуто не было. Показательный пример такой политики, тут и лицемерие, и двойные стандарты, да и просто откровенная агрессия США и Евросоюз, это их давление на Тбилиси в связи с принятием там закона о прозрачности иностранного влияния. Ну, я просто напомню, аналогичные законы уже действуют и в США, и в странах ЕС. И в эти же самые недели и месяцы точно такой же закон был принят в Канаде. Но ни США, ни Евросоюз к Канаде претензий не имели, а Грузию, грузинский народ, США и коллективный Брюссель унижали буквально каждый день на протяжении месяца. Однако стоит подчеркнуть, что в самих Соединенных Штатах и ряде других стран эти же нормы задействованы куда более в жестоких и жестких формах. Ну и помимо всего прочего, мы видим попытки американцев накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. И все это относится не только к Грузии, но относится это и к Азербайджану, относится это и к Армении. Мы наблюдаем за тем, как американские чиновники потянулись в Ереван буквально нескончаемой вереницей. Что это такое? Это создание иллюзии того, что пекутся о благосостоянии этой страны, ее народа. В действительности же втягивают страны постсоветского пространства в антироссийские кампании, в антироссийские замыслы. Этим наносят ущерб не столько нам, сколько самим этим государствам. Их экономической деятельности, их гуманитарной политики, конкретным людям в огромном количестве. Просчитываем, что партнеры на Южном Кавказе понимают, чего им будет стоить вот такая псевдодружба с Западом. Запад дружить не умеет, он может только использовать. И, к сожалению, при такого рода отношениях чувства партнера его не интересуют. Если у вас все, тогда идем дальше. С нами ли телеканал «Альма-Ядин»? Продолжение следует...